заявление сегодня поступила майка помпею кандидата на пост госсекретаря сша о том что в отношении россии кончилась мягкая политика является а что что в отношении россии закончилась мягкая политика являйте ли это продолжением той вчерашний твиттер заявлений трампа угрожающей россии новыми умными вы знаете после вчерашнего заявления трампа было еще сегодняшнее заявление трампа поэтому я думаю что уже сегодня надо исходить из сегодняшних заявлений сделано в твиттере дело в том что вы цитируете заявление господин помпео мы исходим из того что есть конкретная работа и тогда когда будет ему поручено возглавить уже в практическом плане это ведомство и начать практическую работу то вот тогда и можно и нужно будет будет давать оценки двусторонним отношениям перспективам их развития ангажированность или такое пред предрасположенность к постоянным нападкам россии не может радовать это точно если есть проблемы их нужно решать за столом переговоров если есть не согласия то об этом опять же как принято было раньше нужно говорить конструктивно предполагая собственно говоря что мы хотим решить мы хотим решить какую-то проблему какой-то вопрос мы хотим улучшить отношения если говорить о заявлениях подобных этому не думаю что они нацелены на улучшение двусторонних отношений но мы опять же повторяю исходим из того что мы открыты конструктивному диалогу мы не закрывали двери и мы исходим из того что потенциал а самая главная востребованность нормализации двусторонних отношений это то что ждут люди и в россии и в соединенных штатах и мне очень хочется чтобы американские политики об этом тоже не забывали потому что есть их политические позиции есть их политическая платформа есть их политические помимо всего прочего и споры и разногласия а есть живые люди которые хотят по обе стороны от океана по так сказать в наших двух странах жить общаться вовремя и в срок получать визы для того чтобы ездить к своим родственникам чтобы принимать участие в гуманитарных мероприятиях в спортивных мероприятиях проводить не знаю выставки участвовать в культурной жизни двух стран вот это то что хотят люди люди и в россии и люди обычные обыватели в соединенных штатах не хотят ни войны не эскалации не каких-то политических либо еще каких-то столкновений люди хотят нормализации отношений это очевидно мне огромное количество друзей и в америке и уж тем более в москве которые даже за последние сутки прислали большое количество смс относительно того зачем звучат такие заявления о которых мы слышали и видели читали их соцсетях в соединенных штатах америки для чего не решать вопросы для чего усугублять ситуацию у меня ответа на этот вопрос нет мы еще раз говорю исходим из того что нормализация не только двусторонних отношений а вообще в принципе нормализация обстановки в международных отношений в целом уже давно назрела я читаю большое количество статей я читаю большое количество обращений и писем людей граждан со всего мира которые говорят об одном что так легко начать конфликт и так сложно из него выйти поэтому еще раз говорю задачам и интересам народа в двух стран отвечает исключительно только нормализация отношений но не но никак не их усугубление да пожалуйста и гражданов раштуда я бы хотел немножко поподробнее вас на заявлениях которые были сделаны именно в твиттере так или иначе мы сейчас все на них ориентируемся вчера у вас даже с президентом сша получился своеобразный диалог он сделал заявление в своей социальной сети вы пожалуйста аккуратнее со словами а то сейчас ему еще что-нибудь припишут еще какую-нибудь связь россии а нет надеюсь нет все-таки соцсети были разные там тут фейсбук там twitter так просто хотел узнать насколько не могли бы выдать насколько стала обыденностью такая дипломатия и политика через социальные сети и не могли бы вы дать свою оценку и и уместности в вы знаете я считаю что то каким способом президент соединенных штатов общается со своим народом это вопросы американского общества это не вопрос российской федерации это раз они выбрали президента этот президент нашел ту форму которую считает уместный для общения со средствами массовой информации своими гражданами это не наш вопрос второй момент конечно мы понимаем что рост социальных сетей их популярность предполагает безусловно и распространение информации в том числе и этим каналам странно другое странно то что по мере роста и и популярности социальных сетей и активности их задействования в цифровой дипломатии происходит ровно противоположные а просто разворот на 180 градусов ведущих западных держав в отношении социальным сетям если еще пять лет назад нам говорили что соцсети это новые медиа у них точно такие же права как у средств массовой информации журналистов а блогер это журналист тут даже говорит ни о чем а мы говоря о том что роста кто нужно ставить вопрос об ответственности мы не против но это вопрос ответственности потому что смеи есть законным жанром самое главное это подтверждение и так сказать распространение той информации за которую смит несет ответственности нам говорили о том что мы Мы зажимаем свободу слова такой нашей позиции. Сейчас ровно противоположная ситуация. Лондон, Париж, Берлин уже на всех парусах несется в сторону принятия очень жестких законов, регулирующих действия, деятельность социальных сетей и законодательно пытается так или иначе взять соцсети в какие-то рамки. Еще раз говорю, что это разворот на 180 градусов. Помимо всего прочего, еще одна интересная тенденция это то, что социальные сети становятся объектом приставленного внимания со стороны в частности в Штатах и государственных органов и специальных служб. Мы все слышали просто на уровне допросов встречи с Марком Цукербергом. И то, какое давление осуществлялось на его компанию для того, чтобы она приняла соответствующие меры, мы опять же читали в средствах массовой информации. Да, в общем-то, никто этого и не скрывал. Мы видели все те действия, которые компания предприняла. Это очевидный шаг для того, чтобы обезопасить себя, как мы понимаем, от дальнейшего давления специальных служб, которые действительно внедрились в действия социальных сетей на территории Соединенных Штатов Америки. Мы прекрасно понимаем, что соцсети это средства массовой коммуникации с огромным охватом, которые, безусловно, должны вписываться в вопросы безопасности и деятельности в рамках антитерроризма. В том смысле, что нужно предотвращать распространение подобной информации через соцсети. Но при этом мы также прекрасно понимаем, что нельзя не разграничивать эти две сферы. Один вопрос – это предотвращение использования средств массовой коммуникации от того, чтобы они превращались в инструменты террористов и боевиков. Другое дело – это возможность распространения информации о свободного общении людей, которые как раз в интернете пока еще не чувствуют этих границ. Вот это такой очень массивный второй блок. Да, пожалуйста. Да, вы. Спасибо. Информационное агентство «Национальный курс». Мария Владимировна, вопрос такой. Есть ли какая-либо официальная версия или версии у России? Зачем все-таки нужна вот эта провокация со скрипалями Лондону и Вашингтону? И не рассматриваете ли вы одну из версий, то, что вот этот вот инцидент произошел после послания президента федеральному собранию известному, и после того, как в американской прессе стали появляться сообщения некоторых сенаторов о том, что вот да, с Россией теперь можно договариваться, и пошел инцидент со скрипалями, и это как бы сошло, ушло вообще никуда. Я думаю, что это имеет непосредственное отношение к ситуации в Сирии. Мы об этом уже говорили. Это раз. Во-вторых, это, конечно, вопрос, который вписывается в такую общую повестку антироссийской кампании, которая была развернута, это два. Это, конечно, вопрос еще и внутреннего потребительского рынка в плане информации и общественного мнения Великобритании. Это три. Это и вопросы сложнейших и очень болезненных для Луна переговоров по Брэкзиту и других проблемных вопросов, которые стоят на повестке дня, и от которых также эта ситуация могла отвлечь внимание. Это комплексный вопрос, это провокация, которая решала целый ряд задач. Еще раз говорю, что с нашей точки зрения она, конечно, имеет непосредственное отношение, в том числе, к тому, что творится в Сирии. Это попытка, так сказать, выбить у России аргументы по обсуждению вопросов применения химического оружия на территории Сирии. Тоже очевидно, сразу после практически притыкса всей кампании, которая была развернута против России в связи с делом, инцидентом в Солсбери, произошла провокация с применением химического оружия в Сирии, где уже напрямую не просто были обвинены, но и прозвучали очень агрессивные заявления о применении силы. И, как мы сегодня уже говорили, те заявления были отрисованы непосредственно в Дамаску, но так или иначе они коснулись и России. Поэтому вот эта комплексная провокация, если говорить о Солсбери, это буквально несколько направлений, возможно, их и больше. Я думаю, что это не столько наша задача на эту тему рассуждать. Мне кажется, это в большей степени ваша задача искать правду, потому что мы в поисках этой правды имеем достаточно ограниченный набор ресурсов. Еще раз говорю, вы даже себе не представляете, какое количество нот, писем, обращений было направлено по линии нашего посольства Великобритании. Вы даже себе не представляете. Но все это проходит безответно. Но при этом вот эти самые вопросы, которые стоят на повестке дня, почему бы их не задать британской стороне? Вот, например, BBC хочет задать вопрос, я вижу. Но опять мне. Добрый день, Мария Владимировна, спасибо. Организация по запрещению химического оружия за несколько часов до вашего брифинга опубликовала доклад полной и такой легкой версии. Сообщается, что в полной версии содержится полная формула отравляющего вещества, которая была применена в Солсбери. И также сообщается, что эта полная версия доклада, она была распространена среди всех членов Организации по запрещению химического оружия. Получается, что Россия тоже получила этот доклад. Ознакомились ли вы с ним? И какие там данные согласны вы с выводами? Мы ознакомились исключительно только с кратким, я не знаю, как назвать, кратким описанием доклада, выжимкой, которая предшествовала докладу. У меня на момент начала брифинга не было информации относительно доступности полного доклада. Безусловно, если он будет доступен, а именно этого мы хотим, наверное, больше, чем кто-либо другой, он будет изучен экспертами и даны соответствующие заключения по нему. Но, в принципе, список тех вопросов, которые у нас стояли на повестке, мы озвучивали и до, и, собственно говоря, сегодня повторили те самые базовые вопросы, которые у нас есть и к организации по этому вопросу, и, соответственно, к тому докладу, который был сегодня представлен. Но, еще раз говорю, полной версии доклада у меня до момента брифинга не было. Да, пожалуйста. Да, Мария Владимировна, спасибо большое за возможность задать вопрос. Газет «Национальный курс». Какая национальная? Национальный курс. Национальный курс. Спасибо. Совсем недавно был конфликт между Северной Кореей и Соединенными Штатами с угрозами взаимоуничтожения. После этого история сошла на нет, и Южная и Северная Корея стали намного ближе. Сегодня ситуация повторяется в Сирии между США и Россией. В связи с этим хотелось бы задать вопрос. Какие сейчас настроения между российским МИДом и украинским МИДом? Корея, Сирия и Украина? Какие настроения между МИДом и Украиной? МИДом России и Украиной? И Россией. А вы до этого же говорили про Сирию и про Корею. Объясню. Да, пожалуйста, если можно. Была напряженная ситуация между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Угрожали ядерным оружием. По понятным причинам эта ситуация сошла на нет. Все о ней забыли. Южная Корея и Северная Корея стали намного ближе друг к другу. И сегодня ситуация повторяется. Угрозы идут со стороны Соединенных Штатов. Мы отвечаем. В связи с этим вопросом, какие настроения сейчас между российским МИДом и МИДом Украины? Я до сих пор не вижу логики в построении вашего вопроса. Я могу просто ответить относительно настроения между МИДом России и МИДом Украины. К сожалению, это неоптимистические настроения. Как вы знаете, об этом также говорит представленность украинского посольства на территории Российской Федерации и нашего посольства на территории Украины. Буквально недавно обменялись взаимной высылкой дипломатов. Поэтому из этого всего, помимо всего прочего, можно говорить о атмосфере. Не самое лучшее точно. Да, пожалуйста. Камран Гасанов, телеканал «Царьград». И все-таки, как вы думаете, с чем связаны угрозы Трампа, вообще американской администрации относительно химоружия, Сирии, что они сейчас нападут на суверенное государство? Озвучивается очень много версий. Среди них даже появляются такие, что военному и промышленному комплексу США надо освоить бюджет, Трампу отчитаться перед ястребами и Конгрессом, потому что он его прессует. Есть еще вот у меня своя личная версия, связанная она с тем, что буквально за несколько дней до вот этих угроз в Анкаре прошла трехсторонняя встреча с участием президентов России, Турции и Ирана. Может быть, США пытаются развалить как раз астанинский формат, ставя Турцию перед выбором, то есть либо вы с нами, либо вы против нас? Не могу отрицать и вашу версию, но оставлю ее именно в качестве версии. Я думаю, что эта глобальная концепция, которая была озвучена еще в предыдущей администрации, сформулирована одной фразой «Asset must go». «Asset должен уйти». Вот меняются времена, меняются президенты, меняется администрация, но это очень удобная концепция, она просто есть. Она полностью увязана с некой красной линией, о которой нам все время говорят, и под этой красной линией подразумевается применение Дамаском химического оружия. Мы уже подходили к опасной черте. Вы помните, что аналогичные заявления были сделаны президентом Обамой, который увязал непосредственно силовые удары с химическим оружием, с применением Дамаском. Но тогда была возможность лишить те страны и те политические силы, которые в качестве красной линии обозначают химическое оружие, этого аргумента, потому что действительно химическое оружие было на территории Сирии. И Россия предложила Соединенным Штатам и всему международному сообществу, и была поддержана Вашингтоном, идею, которая реализована была на практике по химической демилитаризации этой страны, Сирии. Прошло несколько лет, химического оружия у Дамаска нет, а концепция осталась. Соответственно, остался и главный заход, или главная та самая красная линия, которая должна, с точки зрения идеолога в Вашингтоне, стать спусковым крючком, спусковым механизмом, дать старт началу реализации этой концепции, которая называется «Asset must go, Assad должен уйти». Это, опять же, химическое оружие. Всё то же самое. Так или иначе, проводя эту концепцию, я думаю, что те технологи, которые стоят за её и разработкой реализации, делают ставку на то, что, в том числе и в общественном мнении, уже на протяжении долгого времени сочетаются два имени – «Asset» и химическое оружие. И так или иначе, когда-то эта концепция может быть реализована. Вот, так сказать, это витрина всей этой ситуации. Какая есть мотивация нынешних заявлений, внутренняя ли мотивация, в том числе распространяющаяся на международные отношения? Я думаю, здесь однозначного ответа нет. И то, и другое, и, может быть, очень много ещё. Но не думаю, что это вопрос к нам, вопрос в большей степени к политологам, к журналистам, да, наверное, может быть, и к официальным представителям Вашингтона. Ещё уточняющий вопрос. Вот как вы думаете, насколько это выбор самого Трампа, не оказывается ли на него давление? Потому что, если взять предысторию, Трамп избегал таких прямых обвинений в адрес России и её руководства. Ну, здесь я не уверена, что можно говорить о каком-то силовом давлении. Но то, что политическое давление на протяжении вот сколько уже полутора лет осуществляется, по-моему, здесь и доказывать нечего. Это давление, которое осуществляется проигравшей стороной, которая активно выступает в качестве оппонента нынешней администрации. Не просто критикует, а пытается доказать просто, ну, так или иначе, пытается доказать и нелегитимность выборов. И постоянно увязывает вопрос, так сказать, деятельности президента с прошедшими выборами. Постоянно используются факты России в этой схватке. Поэтому, конечно, о политическом давлении, безусловно, говорить можно. Но в этом ли контексте или в каких-то других, опять же, это оставляю за скобками. Просто могу подтвердить, что в нашем понимании мы также понимаем, что это политическое давление, безусловно, оказывается. Да, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Хочется поприветствовать вас со словами «Скрипаль в воскресе». Это неуместно. Мой следующий вопрос по поводу заявления Дональда Трампа в Твиттере. Разные заявления. Не кажется ли, что он не владеет ситуацией таким образом? Вот эта вторая часть вопроса действительно имеет не просто право на существование. Я лично сама себе задавала этот вопрос. Насколько вообще в принципе и лидеры различных стран, и главы внешнеполитических ведомств, ну, например, различных стран Североатлантического альянса, имеют реальную информацию на руках. Вопрос, конечно, не к нам, вопрос к ним, насколько эта информация доходит до верха, насколько она не препарируется, насколько есть действительно возможность оперировать реальными данными на Земле, а не докладами, ну, как вот вы помните, когда делала заявление ТРСМА, мы все время спрашивали, на основе какой информации делается заявление. Нам сказали, что это некий доклад, некий доклад спецслужб, потом оказалось тоже, так сказать, не полностью правдивой, потому что никакого не было подтверждения со стороны Порт-эн-дауна, это теория, которая была озвучена. Но, так или иначе, вот был один из примеров того, что премьер-министр Великобритании оперировала информацией, которая буквально через пару недель была опровергнута самими же британскими структурами, в частности, лабораторией Порт-эн-дауна. Точно так же и Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании. Поэтому это очень хороший вопрос, но я думаю, что точно не ко мне, но на рассуждение. Да, пожалуйста. Здравствуйте, это Маша Заветтедрухов, телевидение Польши. на территории России и других государств, где принимают участие, например, ваши самолёты. Они всегда очень чёткие, очень хорошие, все итоги подведены очень быстро. Что такое происходит сейчас в Великобритании комитете, что уже восемь лет исследователи не могут справиться с этим расследованием в отношении польского самолёта? Что все остальные расследования очень быстро идут, и там итоги подводят. А неужели вы не знаете сами ответ на этот вопрос? Нет, это вопрос для вас. Что такое случилось? Да нет, я думаю, что вы знаете даже ответ. Будьте любезны, пожалуйста. Вы же прекрасно понимаете, насколько политизирована вся эта история на территории Польши. Могу положить вопрос до конца. Нет, я отвечаю сразу на первую часть вашего вопроса. Вы меня спросили, что такое происходит. К сожалению, всё, что можно было открыть, всё, что можно было предоставить в качестве возможностей для польских следователей, экспертов, людей, которые проводят расследования, это было сделано российской стороной. И мы готовы были к полнейшему взаимодействию с Варшавой, что и было сделано. Мне кажется, упрекнуть Россию в том, что что-то скрывалось или не давалось польской стороне доступа и так далее, просто невозможно. Я хотел спросить по другое. Хорошо. Так ещё раз, что такое происходит, что ваш следственный комитет не может закрыть это дело уже 8 лет? Во-первых. Во-вторых, вы очень часто говорите про разные честные вещи. И вопрос такой. Наш вот тот борт, Тупольев 154-й, принадлежит польскому государству. Не думаете ли, может, что уже есть время вернуть просто имущество владельцу? Вы же понимаете, что ваш второй вопрос относительно того, вернуть имущество владельцу, связан с первым, с тем, что идёт расследование. Вы спрашиваете, почему эта тема не закрыта в России. А у меня, возможно, это не очень этично, но у меня такой же вопрос к польской стороне. А что мешает польской стороне закрыть это дело? Вы тот ответ тоже знаете очень хорошо. То, что предлагает польская страна, это, во-первых, то, чтобы, например, вернуть обломки самолёта, чтобы можно было вести расследование нормально, как положено. Извините, а что мешает вести расследование нормально, с полным доступом к обломкам, полным доступом к обломкам на территории Российской Федерации? Ни одного ответа на этот вопрос мы не получили. А вы думаете, что Россия была бы согласна, если бы борт просто президентский, российский разбился в Польше, чтобы остатки обломки этого самолёта оставались на территории Польши столько лет? Я думаю, что если есть настоящее желание проводить настоящее расследование, а не делать это политизировано, то всегда эксперты-специалисты найдут общий язык, что и было сделано. К сожалению, потом мы увидели, что после беспрецедентной открытости российской стороны и взаимодействия российских и польских экспертов, мы увидели, как целый ряд политических сил в Польше начали политизировать страшнейшим образом эту проблему. Вот это мы видим. И я думаю, что это, к сожалению, и есть ключ и, наверное, ответ на все ваши вопросы. Вы задаёте вопрос нам, такой же вопрос я могу задать и вам. Почему тема этой катастрофы, несмотря на то, что были, ещё раз говорю, они не просто были предоставлены польской стороне, а записи, как вы знаете, были расшифрованы и были предоставлены всей мировой общественности, до сих пор находятся опубликованными в интернете, несмотря на то, что мы проявили просто максимальную открытость, почему эта тема вот так присутствует в Польше, и так или иначе мы бесконечно слышим обвинения, опять же, в адрес России. Это не обвинения, это вопросы? Почему не возвращаете нашу монету? Нет, я имею в виду, что не ваш вопрос обвинения, я имею в виду те заявления и польских политиков, и те публикации, которые выходят в Польше, так или иначе, ну вы не можете это отрицать, это так и есть, они так или иначе связывают всю историю с обвинениями России. А вы не думаете, что вот тот факт, что вот тот самолет, который принадлежит Польше, 8 лет остается на территории Смоленска? Я думаю, что он, конечно, нет. Что у вас все время это не причина для этих разных сомнений в опольской стороне? Какие же могут быть сомнения, если у польской стороны есть доступ к самолету? Каким образом это имеет отношение к недоверию Варшавы? Вы же говорите о недоверии. О каком недоверии можно было говорить, когда под личным контролем президентов двух стран велись просто не только следственные действия, а просто, мне кажется, они даже вышли, они стали намного шире, нежели только узкое расследование, учитывая, ну, беспрецедентный характер этой катастрофы и тот удар по Польше, который она нанесла. Президенты сделали все для того, чтобы сделать это максимально открыто. Какие президенты? У вас это премьер-министр тогда был, а у нас президент погиб. У вас потом не было президента? Ну, он не принимал участие в расследовании, извините, пожалуйста. Это вообще не факт. Нет, речь идет о руководстве государства. Безусловно, я забираю свои слова обратно, я говорю о руководителях государств, но потом наш президент неоднократно говорил и подтверждал то, и это говорилось на уровне огромного количества наших специалистов, представителей государственных органов, говорил о том, что по любому запросу польской стороны будет предоставлен доступ к любым материалам этого дела. У нас есть необходимость работать с обломками самолетов? Пожалуйста. Работать с нашими экспертами или с другими материалами? Пожалуйста. Мы к этому готовы. Но на сегодняшний день нет ни одного запроса с польской стороны, который бы либо остался неудовлетворенным, либо который был вот на сегодняшний момент. Мне о таком неизвестно. Я не являюсь спикером по этой проблематике. Я хочу отметить, что у нас есть соответствующие эксперты, которые комментируют эту тему, но постоянно читая материалы польских средств массовой информации, так или иначе я вынуждена к этой теме тоже готовиться. Я каждый раз перепроверяю после того, как идет очередная волна обсуждения этой темы в польских СМИ, я каждый раз спрашиваю, были ли какие-то отказы польской стороне в доступе к материалам дела, к обломкам самолетов. На сегодняшний момент такого не было. И нет. Ну, кроме одного вернуть самолет. Мы опять же возвращаемся к тому же самому вопросу, с которого мы начали, что идет следствие, оно не завершено в Российской Федерации. На вопрос, почему, я, к сожалению, должна этот вопрос поставить и перед вами тоже. А почему и у вас также идет следствие? Я еще раз хочу сказать, что в любой момент, когда польская сторона запросит какие-либо материалы или доступ к обломкам самолета, она получит. Просто есть понимание того, что, к сожалению, эта тема стала частью и существенной частью польской политической жизни. Вот в этом самая главная проблема. Это вопрос не поиска истины, это вопрос не работы с вещественными доказательствами или с какими-то данными, это просто вопрос желания бесконечно держать эту тему на полову и использовать различными политиками. Вы хотите нас перед этим предохранить, держая самолет, да? Нет, я абсолютно не хочу вас предохранить. А вы, неужели вы считаете, что как только обломки самолета, допустим, будут переданы польской стороне, вы считаете, что эта тема будет закрыта? По-моему, это будет быстрее, чем сейчас. Вот последние годы и то, в каком масштабе эта тема присутствует в польском политическом пространстве, говорит о том, что, к сожалению, видимо, эта тема не будет закрыта еще очень долго. И здесь вопрос абсолютно не изучения специалистами, и вопрос не следствия, а вопрос постоянного желания иметь эту тему на полову. Вот это то, что очевидно, может быть, я ошибаюсь, но я читаю и статьи, которые выходят в Польше, и слышу заявления польских политиков. Кроме политизации этой темы, я не вижу желания действительно, например, перепроверить данные, для этого нужно приехать и их перепроверить, если есть такая необходимость, запросить уточняющие документы, факты и так далее. Есть просто желание постоянно держать эту тему на полову. Да, пожалуйста. Нейтан Ходж, CNN. Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, на фоне обсуждения возможных ударов по Сирии, верите ли Вы в дальнейшее развитие Женевского процесса? На фоне обсуждения возможных ударов по Сирии? Мне кажется, Женевский процесс, в том смысле, если, вы имеете в виду российскую точку зрения, или вообще глобальную, российская точка зрения заключается в том, что мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым. Мало того, все резолюции Совета безопасности, все заявления, которые предпринимались и принимались, говорят о том, что исключительно только мирным способом может решен быть сирийский кризис. Это вопрос не только российской позиции, это вопрос согласованной позиции Совета безопасности ООН. Это раз. Во-вторых, исходя из первого пункта, исходя из того, что это наша основополагающая позиция, мы исходим из того, что Женевские процессы, Астанинские процессы и все остальные мероприятия, которые проходят для консолидации сирийских политических сил, оппозиционных и проправительственных, являются чрезвычайно важными для того, чтобы так или иначе обозначить движение к миру непосредственно в практическом плане. Мешают ли заявления о возможном силовом решении мирному процессу? Конечно, они мешают. Подстегивают ли они экстремистов на земле к продолжению экстремистской деятельности, туристической? Конечно. Водушевляют ли они боевиков? Безусловно. Я сегодня об этом говорила, что это было очевидно, и об этом говорят наши эксперты на земле, что как только были носены первые удары израильской авиации, и потом последовали заявления американской стороны о возможности нанесения ударов, тут же пошла активизация вот этих бандформирований. Разве это служит решению вопроса, только его усугубление? При этом мы все подписались, и Соединенные Штаты, и Россия, и многие другие страны, именно под мирным решением сирийского... мирным разрешением сирийского кризиса. Да, пожалуйста. Я Ирновод, газета «Едиота Хронот» и тоже «Голос Израиль». И тоже вопрос по поводу Сирии. Первый раз? Да. Первый раз? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой вопрос. Я первый раз вас вижу, правда. Но я вижу через веб-сайт каждый брифинг. А вы давно в Москве? Да. Сколько? Сколько времени в Москве? Я живу в Москве 12 лет. 13 лет? Но я всегда работаю как журналист. Я поняла, вы дистанционно. Да. Да. Вот вчера президент Путин и премьер-министр Нетаньяху говорили по телефону. И я хочу спросить, пожалуйста, что вы думаете по поводу отношений между Россией и Израилем после событий в Сирии? Это ли дело? Я считаю, что, во-первых, так как вы у нас первый раз, у нас есть просто правило, что мы не комментируем мероприятие по линии президента Российской Федерации. Это прерогатива администрации президента и его пресс-службы. Поэтому телефонный разговор, пожалуйста, это в администрацию. Что касается наших отношений, то они развиваются по различным направлениям. У нас есть вопросы, по которым мы не согласны. В частности, я заявила о нашей позиции сегодня относительно израильских ударов. Но при этом мы исходим с того, что эти вопросы мы решаем, в том числе и в доверительном ключе, обсуждаем, излагаем наши подходы, услуживаем подходы Израиля и пытаемся найти точки соприкосновения. Но еще раз говорю, что касается авиаударов, вот наша позиция сегодня была четко заявлена. И до этого тоже. Да, пожалуйста. Ну, вы приходите к нам. Мы тут часто про вас. Да, пожалуйста. Добрый день, телеканал «Звезда». Мария Владимировна, если позволите, два вопроса сразу. Первый по НАТО. Наши дипломаты неоднократно обращали на недопустимость присутствия групп передового базирования НАТО у наших границ и на неоднократные нарушения международных договоров, в частности, венского документа. Нашу беспокойность, как правило, игнорируют. На ваш взгляд, чем это объясняется и можно ли эту ситуацию как-то изменить? И второй вопрос по очередному пакету санкций США. Каким, на ваш взгляд, может быть наш ответ? Симметричным, асимметричным? Ну, вы знаете, на второй вопрос я сразу отвечу, что мы просто перед принятием решения такие вещи, как правило, не обсуждаем. Так будет и в этот раз. Если решения будут приняты, они будут приняты, консолидированы и потом озвучены. Что касается первого вопроса, то, конечно, ситуация в Европе существенно осложнилась. Мы об этом регулярно говорим в связи с наращиванием Североатлантическим альянсом своего военного потенциала на восточном фланге. Если говорить более предметно, то в рамках концепции усиленного передового присутствия в Прибалтике и Польше развернуты на ротационной основе и выведены на уровень полной готовности четыре многонациональные батальонные тактические группы. Так, по состоянию на 1 февраля 2018 года совокупная численность личного состава была порядка пяти тысяч человек. Это соответствует мотопехотной бригаде с тяжелой техникой. В Польше это батальон общей численностью около одной тысячи человек. Примерно столько же в Эстонии, Латвии и Литве размещено на 400 человек больше. Активно продолжается реализация миссии по патрулированию воздушного пространства восточноевропейских стран-членов блока. Постоянные военно-морские группы НАТО и корабли стран Альянса регулярно посещали акватории Балтийского, Черного и Средиземного морей и совершили заходы в порты ненатовских стран, включая Грузию, Украину и Финляндию. Численность американского контингента, размещенного в настоящее время на ротационной основе под усиление на восточном фланге Альянса, в том числе в рамках операции вооруженных сил США, а именно атлантическая решимость, составляют примерно 5,5 тысяч человек и сопоставимы с уровнем двух сухопутных бригад. С учетом продолжающегося наращивания финансирования по программе Европейская инициатива по сдерживанию. Не исключен дальнейший рост американского присутствия и масштабов военной деятельности в регионе. Предпринимаются усилия по модернизации расположенной в восточноевропейских странах военной и гражданской инфраструктуры, наблюдается высокая активность проведения разноплановых военных учений союзников. Таким образом, на сегодняшний день суммарно речь идет о от 10 до 12 тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиации, которые размещены на так называемой непрерывной ротационной основе, там, где их никогда раньше не было и, собственно говоря, не должно было быть в таких масштабах и на такие сроки в соответствии с положениями основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года. Очевидно, что в центре всех этих усилий, прилагаемых натовцами, под некой историей об угрозе с Востока лежат задачи создания настоящего плацдарма для силового давления на Россию. Вместе с тем, как еще раз мы повторяем, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации возле своих границ, мы призываем Альянс всерьез задуматься о том, что подобные провокационные действия неизбежно ведут к нагнетанию напряженности и деградации военно-политической обстановки в Европе, тем самым ставя под угрозу безопасность всех, без исключения стран, континентов, включая натовские. Да, пожалуйста. Информа агентства «Спутник». Сегодня празднует свой день рождения полиция безопасности Эстонии, КАПА. И каждый год, 12 апреля, этот орган власти выпускает так называемый ежегодник врагов Эстонии. Герои этого ежегодника получают своеобразную черную метку. Средства массовой информации, например, отказывают в аккредитации, а официальные лица отказываются с ними сотрудничать. В прошлом году такую черную метку получила, например, Россия сегодня и «Спутник». Много лет подряд главным врагом Эстонии полиция безопасности называет Россию. Можно ли каким-то образом исправить эту ситуацию с российской стороны, как-то повлиять на неё? И возможны ли какие-то зеркальные меры? Спасибо. Действительно, эти трудности, с которыми сталкиваются российские СМИ в Эстонии, они хорошо известны. Речь идёт и о такой, знаете, негласной дискриминации. Отказывают в аккредитации на официальные мероприятия. Запрещается, как мы знаем, госчиновникам общение с российскими журналистами. Вот сейчас новое введение в виде некого ярлыка врага. Это, конечно, не может не то что радовать, это действительно такие удручающие вещи. Они вообще никаким образом не соответствуют заявленным целям Таллина в сфере защиты свободы слова, равным доступа к информации для всех. И, к сожалению, есть большие опасения, что подобная политика продиктована стремлением ограничить альтернативные источники информации, которые выдают сведения, данные, публикуют статьи, которые не идут в русле официальной политики Таллина. Решение данного вопроса лежит в русле взаимодействия с профильными международными структурами, такими как ОБСЕ, отчасти и Организация Объединённых Наций, конечно, Совет Европы. Именно в рамках этих структур решаются вопросы свободы слова и защиты свободы слова. Мы регулярно обращаем внимание, когда есть соответствующая фактическая информация наших коллег по ОБСЕ. И так будет и в этот раз. Да, пожалуйста. Информаоргенство «Красная весна». Мария Владимировна, хотел бы уточнить. Вы сказали о версии, в соответствии с которой Юлия Скрипаль держит в изоляции. Схожую информацию публиковало посольство РФ в Великобритании. Скажите, а вот по дальнейшим действиям российской стороны какой-то есть прогноз? Ведь получается, что нашего соотечественника, по большому счету, могут насильно удерживать не совсем понятно где. То есть как-то мы будем на это делать? Понимаете, дело в том, что вы поймете, что тут такой момент есть. У нас нет информации, насильно её удерживают. Или она находится добровольно в медицинских учреждениях, а теперь уже и в неких структурах, связанных с британскими спецслужбами. У нас нет понимания того. И, конечно, здесь уже о доверии говорить даже не приходится. Доверие подорвано абсолютно со стороны Лондона после того, как нам было отказано к вообще доступу к материалам. Поэтому мы исходим из того, что так как Великобритания не предоставляет нам данных относительно местонахождения, состояния Юлии Скрипаль, и у нас, опять же, нет никаких данных от, например, средств массовой информации, которым можно было бы доверять, которые бы её видели, с ней разговаривали, либо от её родственников. Есть все основания полагать, что её могут действительно удерживать без её воли на то. Это письмо, которое было опубликовано на сайте Скотланд-Ярда от имени Юлия Скрипаль, оно действительно очень странное. Оно при всём понимании ситуации, в которой оказался человек, оно очень странное. И оно, опять же, ставит больше вопросов, нежели даёт ответов. Исходя из этого письма, честно говоря, возникает вопрос, а есть ли доступ у Юлии Скрипаль непосредственно к средствам массовой информации? Вот в чём вопрос. Большие подозрения вызывает и стиль самого письма, исходя из тех страстей, которые бушуют в мире. А есть ли у этой девушки доступ, например, к интернету, к телевидению? Понимает ли она, что творится за границами того помещения, где её держат? Если да, то такой сдержанности, которую мы видим в этой письме, можно только удивляться. Но мне кажется, есть понимание, что можно говорить именно об обратном, что человек находится реально в изоляции. Это изоляция и физическая, и это изоляция в том числе от средств массовой информации. То есть от доступа к источникам информации. Делать что? Мы будем делать дальше то, что мы делали. Мы будем запрашивать британскую сторону о доступе, о предоставлении фактической информации, к подключению к тем следственным действиям, которые, мы надеемся, были произведены на территории Великобритании, и к тем уликам, доказательствам, которые, опять же, мы надеемся, ещё не будут уничтожены. Есть ещё вопросы сейчас? Да, пожалуйста. Международное информационное агентство «Ньюсфронт» «Болгарская редакция» под той же теме вопрос. Если Великобритания не идёт ни в какую на контакт по случаю со Скрипалями, могут ли сами родственники семьи Скрипаль, допустим, подать в международный розыск или подать в суд, в международный суд по защите права человека, нарушение права свободы, права доступа к информации? Я думаю, что это вопрос, конечно, к родственникам. Наверняка есть юридические процедуры, но это вопрос к родственникам и адвокатам. Те первые шаги, первичные шаги, которые они должны были сделать, должны были сделать не потому, что их кто-то к этому принуждал, потому что они действительно ближайшие родственники. Они сделали и получили отказ. Вот, собственно говоря, в этом и вся история, что те правовые механизмы, которые должны работать в этой ситуации, они, к сожалению, не работают. Да, пожалуйста. Вопрос по Ливии, постараюсь его корректно задать. В связи с многочисленными сообщениями о здоровье Хафтара появилось очень много различных оценок западных специалистов по поводу тяжелой политической ситуации сейчас в Восточной Ливии и грозящей перейти чуть ли там не в вакуум власти. Вот в связи с этим, можно ли услышать оценку ситуации в Восточной Ливии от российских экспертов? Ситуация очень сложная. К сожалению, мы не можем фиксировать тенденции к улучшению этой ситуации, но при этом мы стараемся поддерживать, сложно сказать, взаимодействие, но контакты со всеми сторонами, представляющими это ранее бывшее государство, теперь пытающееся вернуться в лоно государственности, страну. Ну вот это первично то, что я могу сказать. Я могу еще раз попросить экспертов также и подготовить более подробный комментарий на этот счет. Да, больше нет вопросов? Тогда по второму кругу, пожалуйста. Позвольте, последний короткий вопрос. У вас есть, возможно, какая-то информация в отношении то, как будет выглядеть граница между Россией и Белоруссией в течение чемпионата мира? Потому что сейчас иностранцы не могут ее пересекать, потому что там нет контроля. Есть уже какая-то информация насчет этого? Я тоже на ваш вопрос запрошу соответствующие данные у наших экспертов, и мы вам их предоставим. Потому что, как вы знаете, этот вопрос обсуждался, и для того, чтобы уже вам предоставить, так сказать, информацию, я надеюсь, не последнюю, но обновленную, обязательно уточню и вам ее передадим. Да, пожалуйста. По Сирии, Мария Владимировна, вопрос. Россия долго борется с международным терроризмом в течение 7 лет. И были попытки, и вроде бы разделили оппозицию от боевиков. Почему идет сейчас такая эскалация заново? Были даже попытки мирного процесса регулирования в Сочи? Вы знаете, один из вариантов, то, что именно перспектива реального регулирования на Земле, а, соответственно, бесперспективность дальнейшего продвижения силового сценария, возможно, и это тоже явилось причиной таких отчаянных попыток использовать провокационные заявления о химической атаке для силового давления. Если вопросов больше нет, я с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо.